Приветствую вас, уважаемые друзья! Позвольте вас пригласить на программу «Познаем Истину». Сегодня мы вместе с вами начинаем такую большую серию тем под общим названием «Христианское образование». Сегодня мы поговорим об образовании в Едемском саду. Очень интересные темы, которые касаются лично каждого из нас, наших отношений друг с другом. Насколько мы сегодня готовы учиться, об этом мы будем говорить в течение этих трёх месяцев. Хочу представить участников нашей программы. Сегодня вместе с вами Татьяна Кучероком, переводчик, пастор церкви Вадим Гриненко и также пастор церкви Иван Реполов. Приветствую вас, друзья! Спасибо, что вы сегодня нашли возможность, желание стать участниками нашей программы. Сегодня мы действительно поговорим о том, чему должны были научиться первые люди, сотворённые Богом, Адамом и Евой. Давайте мы вначале прочитаем основной текст, книга Илова, 36 глава, 22 текст. Пожалуйста. Бог высок могуществом своим, и кто такой, как Он, наставник? Скажите, пожалуйста, вот почему так получается? Сколько бы ты ни жил, всю жизнь нужно учиться. Вот должен же быть какой-то край учёбы. А зачем ему быть, Олег Витальевич? Ну я не знаю, потому что хочется... Да, одни люди... Вы знаете, когда люди учатся, многие... И вот школьники вначале, они думают, быстрее бы закончить школу, потому что думают, ну уже совершенно другая жизнь начнётся, более лёгкая, мы так думаем. Прожив время после школы, мы думаем, какая же замечательная жизнь была в школе, ну и так далее. Студенческие годы... Зачем учиться? Я думаю, что если учёба в радость, то на самом деле Божья воля в том, чтобы мы учили всегда, всю жизнь, даже всю вечность, узнавали что-то новое, потому что когда мы узнаём что-то новое, это обогащает нашу жизнь. Это делает её более осмысленной. Поэтому учёба в радость не должна прекращаться никогда. Скажите, вот в вопросе духовных дисциплин есть вообще понятие школа, высшее учебное заведение, ну и потом уже жизнь, работа? Вы имеете в виду, если провести аналогию с духовной жизнью человека? Да. Ну, конечно, мы взрослеем, мы становимся сильнее, мы, наверное, можно на какие-то этапы разбить. И Библия говорит, что сначала я питал вас молоком, потом давал более твёрдую пищу. Наверное, как-то мы можем какую-то градацию сделать. Но это будет чисто человеческий подход. А вообще мы учимся для школы или для жизни? Вот, Аня, скажите, когда вы вспомните школьные годы, вы для жизни учились или для школы? Ну, какие-то предметы, наверное, были для школы. Но вообще я очень любила учиться. Я помню, что когда мне было 4 года, родители всегда были очень сильно заняты. И мне было очень скучно. И мне пришлось научиться читать самой. Я все спрашиваю, а это какая буква, а это какая? Мне говорили, ой, не мешай, отойди. И потому что мне было очень интересно, да что же в этих книжках там написано? И мне очень хотелось учиться. И мне кажется, что Бог так устроил наш мозг, что когда мы учимся, мы развиваемся. Когда мы не учимся, это как стоять на эскалаторе, который спускается вниз, а нам надо наверх. У нас начинает мозг деградировать. То есть стремление к учёбе у вас было в течение вот этого всего школьного периода? И не только. Не только. Между прочим, хочется просто добавить в комментарии к Татьяне, что вы знаете, что изучение иностранных языков является лучшей профилактикой от старения головного мозга. Безусловно, я с этим согласен. И, между прочим, чтение Священного Писания и запоминание текстов Священного Писания обезопасит вас от очень многих статусских болезней. Поэтому нам нужно учиться и запоминать, не только читать, а вообще запоминать тексты Священного Писания. Скажите, почему образование — это лицо разума? Может быть, вы не согласитесь с этим? Ну, пожалуйста, Валерий Анатольевич, если вы хотите, я могу нажать. Я думаю, что сначала нужно определиться, что такое образование на самом деле. Потому что есть образование, которое мы понимаем под тем, что люди могут насаждать какую-то форму знаний либо идеологию, а есть и то образование, которое мы читаем в Слове Божьем, в Библии. Вот то образование, которое истинное образование, которое не просто знание, не просто какая-то информация какая-то в нашем сознании, в нашем уме. Образование, которое предполагает Библия, оно отражает, или наш разум отражает то образование, которое мы получили. Либо образование формирует наш разум, потому что образование истинное, в истинном его значении, формирует нас как Личность. Я бы добавил к этому, что есть такое выражение, «Быт определяет сознание». Конечно же, если мы находимся в учебном заведении или в школе до определённого периода времени и вращаемся вокруг определённых предметов, то и наш разум приучивается к определённому мышлению. Из этого, наверное, становится, что он является лицом. И, конечно же, поэтому и в этом случае мы для себя желаем, для наших детей наилучшего образовательного учреждения, чтобы ум и мыслительные процессы сформировались наилучшим способом. Мы в этой связи и говорим, что христианское образование — это наилучшее, потому что кроме тех школьных предметов христианское образование даёт ещё направление ума и мысли, а не просто выполнение заданий, которые во всех школах и в христианских тоже есть. Вот в этой связи, наверное, христианское образование имеет очень ценность для общества. Вообще, когда был задан этот вопрос, я понимаю, что речь не идёт просто о школьном каком-то, или даже богословском образовании. И поэтому, если у тебя высшее образование, то у тебя и лицо разума очень прям видно. Это совершенно не так. Можно закончить и иметь два высших образования, но разума там не особо много просматривается. Мы говорим об образовании как таковом, о котором мы сказали, оно продолжается всю жизнь. Это слова мамы, это наставление отца, это наставление священного писания, это всё образование. И, к сожалению, мы многие не готовы. Вот Таня говорила, у неё было огромное желание учиться, но у многих нет огромного желания учиться, у Господа изучая священное писание. И мы говорим, что это большая проблема, нам нужно образование, потому что оно реально тогда показывает вообще, кто ты. Потому что это очень важно, воспринимать всё то, что сегодня Бог позволяет нам, воспринимает, что Он дарует нам через родителей, через школу, через, безусловно, делаем акцент на христианское образование. Слава Богу, что оно таковое и есть. Сегодня мы говорим о христианских школах, мы говорим о высших учебных заведениях, где там несколько совершенно другой подход к ученикам, к тем, которые должны что-то питать. И слава Богу. Хотел бы вас спросить, вот ваше представление, какого возраста были Адам и Ева, когда они были сотворены Творцом? Вот на вид, сколько было им лет примерно, на ваш взгляд? Ну, мы предполагаем всегда, что это был зрелый возраст. То есть это были не дети, не подростки. То есть им не 13-15 лет? Нет, нет. Скорее всего, что это уже были люди, способные, ну, если взять Адама, да, что Бог дал Адаму жену, значит, он уже был зрелым мужчиной, приготовлен для того, чтобы воспринять семью, для того, чтобы понять те задачи, преимущества, которые Бог перед ним ставит, и понять это сполна. Это был зрелый мужчина. Годы, ну, что такое годы? Адам прожил 900 с лишним лет, поэтому как можно понять? Ну, на годах тогда говорить было очень сложно, но мы понимаем, что это не дети. Это был зрелый. А кого легче воспитывать, вот, детей? Мы говорим, им не 12-15 лет. А кого легче воспитывать, детей или взрослого человека? Ну, для каждого возраста есть свои подходы, Олег Витальевич. Есть специалисты по тому, чтобы обучать детей в детском саду, скажем. И, конечно, они не дают им такую пищу, которую они не могут воспринять. По степени зрелости, так скажем, ума. Есть специалисты начальных классов, которые преподают исключительно только для детей от первого до четвертого класса. А есть те, которые преподают, вот, скажем, конец средней школы или начало вуза. Я бы лично сказал из своего опыта преподавательского, мне приятнее работать со студентами, с возрастом студентов. Они более зрелые, они более осознают нужду, для чего они это делают. Поэтому вот как-то так. Но есть люди, я знаю, которые просто в восторге. Они питают огромную любовь к своей профессии и преподают, скажем, начальным классом. То есть у каждого свой дар, талант. И в каждом возрасте есть своя красота. Я к вашему вопросу, который вы предыдущий сказали, хотел добавить, что, наверное, образование не только в том, чтобы понять, кто ты есть на самом деле, но когда ты занимаешься образованием, у тебя получается, оно приносит тебе, во-первых, благословение, приносит пользу. И когда ты понимаешь, какую пользу оно тебе приносит, то ты хочешь ещё больше этому учиться, или больше познавать, больше заниматься образованием. Это как с предметом любым. Если он у вас получается, он вам нравится. Это цепочка такая. Вот ты ничего не испытываешь, скажем, сейчас в английском языке, да? Вот ну ничего, ну нет никаких чувств. Начинаешь заниматься. Раз получилось, два получилось. И тебе нравится именно потому, что у тебя получается. Так и здесь. Образование приносит радость, потому что оно полезно во всех отношениях. Спасибо. Да, спасибо. Давайте. Итак, мы начали говорить об Адаме и Еве. Давайте мы прочитаем книгу Бытие, 2 глава. Мы прочитаем два таких отрывка, с 7 по 9 и с 15 по 18 тексты. Пожалуйста. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и повестил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни пособирая, и дерево познания добра и зла. Из 15 по 18. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрёшь». И сказал Господь Бог, «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Спасибо, такая замечательная картина, представленная в Священном Писании, создание человека, когда Бог удивительным образом, вот как великий скульптор, создал человека, вдумал в него дыхание жизни. Интересно, далее, когда был сотворён человек, то следует определённое наставление этого человека. Можно ли обязанности, возложенные на каждого из нас, считать счастьем? Ну, смотря, кто их возложил, что за обязанности, и наше отношение к тому человеку или к тому, кто на нас их возложил. Если это обязанности, которые мне по душе, либо от человека, которого я уважаю, либо до этого человек мне объяснил, как их выполнить, то, наверное, да, потому что я буду после выполнения этих обязанностей чувствовать свою полезность. А ощущение полезности — это равняется счастью. Вы сказали, ну, в зависимости, кто даёт эти обязанности. Да вот супруга ваша даёт вам определённые обязанности или у вас есть обязанности? У вас какие отношения, Олег Витальевич? У меня супруга обязанностей мне не даёт. Не даёт. Но вы обязаны, да? То есть она… Я не говорю, что она обязывает, она просит. И мы говорим, что есть определённые обязанности. Вот здесь мы видим, что Бог сказал, они должны были возникнуть сад. То есть они должны были ухаживать, потому что, ну, я не знаю, стоит ли задать вам такой вопрос, были ли вы когда-то в раю. Ну, иногда мы бываем в таких местах красивых, где люди потом говорят, ну, я как бы в раю побывал. Но рай — это не только, где ты просто нежишься и отдыхаешь. Рай, Едем, Едемский сад — это ещё и работа, это ещё определённые обязанности. Поэтому те обязанности, которые оно как бы накладывает в жизни, в семье, на работе, в обществе, в служении, в церкви, как нам вот воспринимать? Это как счастье, либо то, что ты должен делать, и мы вот это слово «должен», мы как бы стараемся его удалить из своей жизни, оно нам очень не нравится. Поэтому здесь, наверное, действительно очень серьёзный вопрос. Воспринимаешь ли ты все свои обязанности особым счастьем? Для тебя выносить мусор, заботиться о детях, любить супругу и так далее? Я бы сказал, что обязанности — это возможность почувствовать счастье или ощутить счастье. Потому что сами просто по себе обязанности — это не счастье. Но если мы их исполняя, чувствуем свою полезность, они нам приносят радость, удовлетворение, то это есть счастье, да. Это возможность почувствовать себя счастливым. Нужно, мне кажется, здесь где-то поменять вот в нашем мышлении какой-то вот такой механизм, что ли, если так можно образно сказать. Мы часто, как люди, пытаемся от всего отказаться. И чем больше я откажусь, от чего откажусь, ну фух, ну тем хоть мне легче стало жить, да. Ну хотя, конечно, где-то нам нужно на это говорить «нет», безусловно, потому что мы не можем всё сделать. Но в принципе, когда тебя просят помочь, и ты помогаешь, ощущение, которое ты сам испытываешь, мы даже не говорим о том, какое ощущение у того человека, которому ты помог, оно уже сравнимо с счастьем. Если тебя попросили в церкви что-то сделать, и ты сделал, и ты видишь, что, ну, неплохо получилось, и люди благодарны, и ты полезен был, это ощущение счастья, потому что ты принёс пользу. Если представить себя в самом красивом месте, в котором ты был в жизни, у меня примерно одно есть в голове, не знаю, оно самое ли красивое, но одно из самых красивых. Но мы там были проездом, мы там не жили, мы восхитились, как в раю, да, к примеру. Но если бы мы там жили, но просто вот так вот смотреть, это очень важно, но всю жизнь смотреть, ну, не будет счастья, поэтому мы бы всё равно искали, чем бы мы могли быть полезными, что бы мы могли, какие обязанности могли бы нести. Скажите, вот чему должны были научиться Адам и Еву с первых дней нахождения в раю? Ну, на мой взгляд, Бог сотворил их, показал им всё, дал им всё, что нужно было, да, как мы читаем в первых главах книги Библии. Но вопрос доверия у разумного существа по отношению к своему Творцу, это то, что формируется от взаимодействия. Поэтому все преимущества, которые вы не восприняли, они восприняли уже как факт. Но я полагаю, что они должны были научиться именно доверию к Богу, что всё, что Он для них сделал и сделает дальше, это самое лучшее, то, что Он желает дать им. И от этого доверия они должны были быть преданы больше, послушны Богу и дальше жить с Ним во взаимодействии. А можно ли говорить о том, что у Бога с человеком были идеальные отношения? Я не сомневаюсь в этом, потому что, когда Бог создал их, то Он сказал, «Всё хорошо весьма». И это относилось и к той форме взаимодействия, которую Бог выстроил между Адамом Евой и между Собою, как Творцом. Хорошо, Вадим, тогда у меня возникает вопрос. Мы прочитали тексты, когда Бог сотворил человека, и Господь дал такое предостережение, «Смертью умрёте», чтобы они не могли, не имели права взять с этого дерева. Тогда возникает вопрос. Это отношение любви или страха? Для меня простой… Он был основан на любви или на страхе. Мы говорим «отношения». То есть вы будете жить, если вы не будете этого делать. Если вы будете жить, мы говорим «на основе любви», но всё-таки прикоснёте, возьмёте, будете вкушать, вы умрёте. Так это отношение любви или страха? Да, я думаю, что это отношение любви, потому что Бог предупредил, что произойдёт, если они ослушаются Бога. И Бог им дал возможность жить вечно при условии послушания. Если бы Бог не предупредил их, это, наверное, было бы со стороны Бога такой, простите за выражение, подлостью дали подставой. Но Бог до конца объяснил, чего Он желает от человека, какой уровень взаимодействия у них будет и что приведёт к тому или иному, какие будут последствия в случае послушания или непослушания. Но многие, наверное, когда читают эту первую главу, вторую главу, особенно то они думают, лучше бы этого дерева вообще не было. Зачем Богу ставить вот такие условия? Ну, людям кажется, что так легче. Скажите, а как быстро можно потерять вообще образ Божий в нас? Я думаю, что очень быстро. Очень быстро? Да. Ну, я всегда, как бы, меня восхищает в негативной форме эта мысль, что первое, что произошло с Таоми Евы, когда они ослушались Бога, они убежали от Него. То есть тот творец, который был для них приятен, не знаю, 5-10 минут назад, он для них стал страшным после того, как они ослушались Бога. Поэтому вот эта деградация, она, к сожалению, может произойти очень быстро. Если мы пустим грех в свое сердце, в свою жизнь, то подобно, наверное, треснутой стене очень быстро, очень быстро, даже того не ожидая, это все может упасть, наш образ Божий, скажем, который мы призваны восстановить. Мне кажется, что даже с самого Эдемского сада Бог учит своих детей границам. И если бы там не было вот этого дерева познания добра и зла, человек мог бы найти другой способ согрешить, так как это сделал Люцифер. Поэтому это только это дерево, оно просто показывает, что, ну или как весы показывает, килограммы, да, и термометр показывает температуру. Так и дерево, оно показало, куда может отклониться человек и границы. Бог учит границам нас и еще самостворению мира и насколько это важно. То есть хотите ли Вы сказать, если бы не было змеи, то все равно через несколько лет или дней Адам и Евы все равно бы согрешили? Я не могу это предполагать, но у дьявола есть очень много возможностей и много разных других зверей и растений, поэтому его воображение тоже безгранично. Но я хочу сказать, что дерево не виновата, да, что они согрешили. Я хочу сказать, что они позволили себе согрешить. Мы не хотим этого сказать, но как и ангелы согрешили, и Лицефер согрешил, и они понесли определенные последствия, определенные наказания. Были изгнаны с неба, да, то же самое с человеком. Почему если вдруг человек согрешает, он должен быть исключением, есть определенные законы, и есть также закон свободы выбора. Это отличает всех существ от каких-то роботов. То есть у каждого есть свой выбор, и Бог своей любви обучал в этой школе самой первой Адама и Еву, рассказывал всё наилучшим образом, доступным. Он рассказывал о своей любви, о своём творении, но также рассказывал о том, что наверняка он рассказывал, что есть грех. Он рассказывал им о том, что произойдёт, если грех пойдёт в вашу жизнь. Они это знали. Они это знали. И как символ доверия к нему, доверия его власти, признания его высшим авторитетом, творцом, вседержителем, он поставил это дерево. Это был единственный запрет, который у них был. Но, к сожалению, вот эта идиллия, она нарушилась. Позвольте добавить, чтобы... то оно пришло к тому, что нужно было решать совершенно другие задачи, которые были изначально поставлены перед Адамом и Емом. Да, Вадим, пожалуйста. Я хотел добавить, чтобы мы не дали повод нашим слушателям думать неверно, что грехопадение являлось некой неизбежностью. Это не так. Люди могли не согрешить. У них было лишь единственное условие вечной жизни, это послушание. Бог не создал человека жить вечно просто так всегда. Бог создал для человека вечные условия жизни. И если человек пожелает жить в этих условиях, то он должен быть испытан. Это отношение разумного Бога к разумному творению. Поэтому грехопадение не было неизбежностью. Если бы не было дерева, они бы все равно согрешили или в других условиях, мы не сомневаемся, что сатана искушал бы их в другом месте, если бы не дерево и познание добра и зла. Но Бог сказал, где сатане позволено ходить и где сатане позволено искушать их, на какой территории, чем именно. Вот здесь Бог для нас открывается как наилучший педагог или преподаватель. Он ничего не скрыл. Он сказал, вот здесь будете искушаемы. Хорошо, друзья, давайте мы сделаем небольшую паузу в нашей программе, а затем продолжим эту очень интересную беседу. Не переключайтесь, уважаемые зрители, оставайтесь вместе с нами. Это программа «Познаем вместе». Уважаемые друзья, спасибо, что вы с нами. Мы изучаем интересную тему образования в Едемском саду. Вообще очень интересная тематика, о которой мы уже говорили в начале нашей программы. И до нашего перерыва мы говорили, что всё было очень замечательно в раю, Бог создал просто идеальные условия, и вот эти отношения между Богом и человеком, они действительно были замечательными. Но, к сожалению, когда мы читаем далее книгу «Бытие», вот уже третья глава говорит о том, а что же произошло дальше. Мы знаем эту историю, прежде чем мы прочитаем вот эти слова третьей главы. Хотел бы спросить, почему, веруя в Бога, мы почему-то часто пропускаем мимо уше Его наставления, Его предостережения? Почему, слушая Бога, мы не слышим Его? Мне кажется, это момент доверия, потому что, когда мы доверяем человеку, то мы его слушаем, так же и с Богом происходит. И у Бога на самом деле методы образования очень уникальны и единственно действенны, потому что то, что Он говорит и как Он действует, у Него никогда не расходится, что на небе, что в Едеме и что на земле, когда Иисус приходил. И у нас, у людей, точно так же работает только то, что не расходится с нашими словами. Почему психологи говорят, что не воспитывайте своих детей, воспитывайте себя, и тогда ваши дети будут вести себя так же, как и вы. Хорошо, да? Я хотел добавить к этой мысли, что очень часто мы не можем себя, что ли, дисциплинировать в плане того, когда мы читаем Слово Божие, либо когда мы слышим Слово Божие с кафедры на богослужении, либо даже, я не знаю, вы говорите о Слове Божьем, о том, что Бог говорит, или о другом предмете хотел сказать. То есть мы позволяем себе сознательно отвлекаться на другие мысли, заниматься другими делами. Мы как будто бы в своём сознании ставим приоритеты не в пользу той вести, которую мы слышим из уст Творца, либо через слово написанное, либо через слово звучащее. Вот если мы проанализируем свою жизнь, как мы ведём себя на богослужениях иногда, то ли по Зуму, то ли в реальной жизни физическим присутствием. Когда мы читаем Библию, где наши мысли, что мы, как мы к этому относимся? Скептически? Да, это мы знаем, да, я читал, да, разберёмся, да, пройдёт. Или же мы на самом деле откинули всё в сторону, очистили свой ум для того, чтобы принять вот эту вот живую воду и хотим по-настоящему научиться этому, относимся серьёзно к этому. Вот в такой, во второй ситуации Господь сделает всё, всё, чтобы мы это приняли и чтобы в нас это взросло, чтобы нам это принесло пользу. Да, спасибо. Мы, наверное, вот уже в преддверии всё-таки сейчас прочитать, что же произошло. То есть спасибо вам, Иван Иванович, вы подчеркнули очень важную мысль. Это, во-первых, сам настрой понимания того, что ты хочешь слышать. И, к сожалению, наверное, вот эти посторонние мысли, ты можешь находиться и на богослужении, но это не гарантия того, что ты услышишь Слово Божие. Ты можешь заниматься своими обычными делами в своём мышлении. Итак, книга «Бытие», третья глава с первого и шестой текст. Итак, давайте прочитаем о той трагедии, которая всё-таки произошла. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, «Подлинно ли», сказал Бог, «не ешьте ни от какого дерева в раю». И сказала жена змею, «Плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет, не умрёте, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что даёт знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Когда мы читаем эту историю, мы хотим как бы понять состояние Евы, что произошло, почему начался этот разговор, почему она поверила. Вот можно ли считать или списать даже вот это действие Евы на отсутствие ещё жизненного опыта? Может быть, это ещё была такая детская наивность, либо это было преднамеренное действие, всё-таки Бог сказал не срывать, а она сорвала и ела. Во-первых, она отошла от Адама, хотя Бог сказал им лучше находиться вместе. потом она приблизилась к этому дереву, которое было запретным. Дальше она начинает вести беседу уже, по сути, она делает шаг за шагом приближение к греху. И мне кажется, что в нашей жизни точно так же. Мы не совершаем грех, потому что оп, я согрешила, а мы начинаем впускать этот грех в наши мысли. И потом у сатаны есть возможность дальше там устроить себе жилищ и подталкивать нас. А если мы первую мысль не выпускаем, или не отходим от Бога, например, или не начинаем вести беседу, ведь в моей жизни, думаю, что в жизни каждого из вас были такие ситуации, когда начинаются вести дискуссии о том, что а почему это же не так плохо, вот буквально недавно мне врач говорит, а вот кто-то там субботу не лечится, а вы лечитесь, а вот Иисус ведь лечил, а вот чуть-чуть, а давайте вот это, вот это, может быть, сместим границы. Ну, касается любого вопроса. Поэтому мне кажется, что всё начинается гораздо раньше акта греха. Позвольте добавить, я думаю, что нельзя, на моей точке зрения, нельзя сказать, что недостаток образования привёл Еву к грехопадению, потому что когда мы же ну как бы снисходим к ребёнку, когда он неосторожной рукой берёт стакан воды и роняет, когда ребёнку два или три года, мы к нему снисходим, но когда это делает взрослый человек один, два, три раза, то мы реагируем совершенно по-другому. Реакция Бога, очень жёсткая реакция Бога на совершённый поступок Евы показывает, что она была в совершенно зрелом состоянии воспринять то, что Бог ей сказал. Это был не ребёнок, который нечаянно уронил стакан воды, ползая по полу на четвереньки. Поэтому это был зрелый человек, который ясно понимал, чего хочет Бог, и Бог ясно сказал, на её уровне, чего Господь от неё желает. Очень хорошо сказал он. Да. Почему нельзя считать ошибкой Бога наделение человека свободой воли? Хотя многие говорят, что это была его ошибка. ответ не знаю, не знаю, это первый неправильный подход, а во-вторых, без свободы выбора, без свободы воли, что это было бы за жизнь? Это было бы просто нечто, не знаю, умоляющее, наверное, величие Творца. на мой взгляд, что мы сполна можем познать этот вопрос, ответ на этот вопрос только тогда, когда у нас не будет свободы выбора. Когда у нас её полностью, мы её лишимся вследствие каких-то действий, тогда мы сможем познать. и когда Бог сказал, да, что он сотворил самое лучшее, то и свобода выбора в этой связи была наилучшим, что Бог мог дать разумному существу. Вот чтобы ответить тем, которые говорят, ну, знаете, лучше бы было немного по-другому, а почему свобода воли, свобода выбора — это не обязательно хаос и беспорядок? Вот что можно, какой аргумент привести, что, друзья, да, это хорошо, что мы созданы именно такими, со свободой воли. Это вовсе не означает, что ты обязательно должен поступать негативно, что ты можешь совершенно жить другой жизнью, и в твоей жизни не может быть хаоса. Это как раз свобода воли позволяет тебе держать порядок в твоей жизни. Отсутствие свободы выбора или желаний такое у людей, которые не готовы нести ответственность. То есть это перекладывание ответственности. Если бы Бог нас лишил свободы выбора, мы обязательно нашли, в чем обвинить Бога. Ага, нас создал роботами, у нас нет свободы выбора и права выбора. Мы можем обратить внимание на подростков, некоторых, у которых очень много запретов в семье, почему им так сильно хочется сбежать из дома или нарушить правила и ослушаться родителей, потому что там очень, у них нет свободы выбора, им хочется иметь эту свободу выбора. И почему свобода выбора это хорошо? Потому что Бог нас создал по своему образу, Он создал нас разумными, мудрыми людьми и Он нам дает возможность выбирать прекрасное. И нам кажется, что Бог нас ограничивает, давая нам какие-то законы или правила, но Бог нас ограничивает только в грехе. Он ограничивает нас только в том, чтобы нам не было плохо. А вот эти все правила, законы и даже вот эта свобода выбора это подарок для нас, чтобы мы были счастливы. Потому что даже если мы, например, выбираем профессию, если бы у нас не было свободы выбора, а у нас лежала душа какому-то другому, например, я дизайнер, а мне Бог наделил всё, тебе надо быть переводчиком, а мне хотелось бы быть дизайнером, а Бог дает право выбора. Во всех абсолютно мелочах. Это очень здорово. Я думаю, что создание человека, сотворение человека без свободы выбора или вообще отсутствие свободы выбора полностью противоречит любящему характеру Небесного Отца. Это невозможно представить себе, зная Бога, что Он создал бы человека без свободы выбора. Друзья, ведущий, я хотел обратить внимание наших слушателей на то, что ответ на ваш вопрос, почему свобода это не хаос, оно подтверждается каждым днем нашей жизни. Конечно. К примеру, водитель на дороге, он ограничен, он не может вести себя как хочет. В обращении с средствами электронными, которые вокруг нас, электричество и так дальше, мы очень ограничены. Наша свобода воли в отношениях с электричеством очень ограничена. В семейной жизни мы тоже не имеем абсолютной свободы. Мы имеем счастье, потому что мы ограничены в чем-то. А если мы позволим себе абсолютную свободу, то мы придем очень быстро к несчастью, мы деградируем и вообще это будет опасно для нашей жизни. Поэтому ответ на этот вопрос каждый день подтверждается, что свобода это не значит просто что хочу, то и делаю. Свобода это не означает нарушение чего-то. Поэтому если так говорить, что предстать дать нам свободу в браке, но свобода не в том, чтобы что-то сделать противозаконное. Свобода как раз это в том, что находиться в той безопасности, в которой Бог для нас усмотрел. Вот в этом то и есть свобода. Да, и вот тогда, когда это случилось, давайте мы прочитаем, а что же произошло после книги Бытие 3 глава с 22 по 24 текст. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло, и теперь, как бы не простер он руки свои и не взял так же от дерева жизни, и не вкусил и не стал жить вечно, и высыл его Господь Бог из сада едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят, и изгнал Адама и поставил на востоке у сада едемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Скажите, почему Любовь Божья не позволила после грехопадения людям вернуться в едемский сад? Что получается, есть какая-то определенная черта границы Божьей Любви? Для нас, людей, это непонятно, этот текст совсем непростой для понимания читающей Библии, что Адам стал как один из нас, Бог говорит, поэтому ему нужно оставить адемский сад. Есть некоторые мысли у богословов, что Бог знает зло теоретически, а человек познал это практически. И человек пропустил зло через себя, и Бог ограничил его тем, чтобы это зло не развивалось в нем вечно. Да, иногда мы этого не можем понять. И даже когда мы ребенку говорим, не прикасайся к раскаленному плите, то ограничения для ребенка абсолютно не кажутся со стороны ребенка какими-то благостными и приносящими ему пользу. Но тут вопрос доверия, о котором мы с самого начала говорили. Если мы доверяем, что наш Учитель, Творец и Бог хотел сделать для нас от начала самое лучшее, то и ограничения связанные с тем, что Адам и Ева не могли оставаться там, это тоже приносили благословение. И даже термии его общества. Да, вот после грехопадения мы живем на удалении теперь с Богом? Нет. Ну, жили вместе, Господь приходил в сад, они встречались, потом мы читаем о том, что они были изгнаны из рая, то есть там уже они не имели той возможности личной встречи с Богом. Что получается после грехопадения? Мы живем на удалении? Как минимум, помните, Иоанн Богослов пишет, что до третьего неба он был восхищен, чтобы увидеть присутствие Божьей. Поэтому, как минимум, между нами огромное расстояние, это физическое. Если говорить о близости, которую мы испытываем к Богу, то мы здесь не имеем ущерба, потому что, позвольте вспомнить евангелист Иоанна, первой главы он говорит, что слово стало плотью, и он ссылается на то, что это слово было Бог. Поэтому Бог пришел на нашу землю, Он посетил нашу землю, и когда Он уходил, Он говорит, я не оставляю вас сиротами, вот, я приду к вам, я буду с вами, и до того, как приду к вам во второй раз, я пошлю вам утешителя. Поэтому в этой связи мы не лишены той близости отношений, которые были у Адама и Евы. Хотя мы воочию, как они, их не можем воспринять, потому что мы грешны. Я согласен совершенно с Вадимом Анатольевичем, я просто хочу добавить, может, такую иллюстрацию, так если бы мы… Можно только очень коротко, у нас просто… Коротко, очень коротко. Преимущество нахождения у ног учителя физического, как в Эдемском саду, бесспорно, были утрачены. Означает ли это, что связь пропала? Связь не пропала. Как если мы сегодня можем по электронной почте написать кому-то, спросить, так и мы сегодня можем, наверное, сравнить, да, мы в молитве можем обращаться к Богу. Но физического того присутствия, как если бы мы сегодня с кем-то общались прямо сейчас, а как это будет? А здесь я правильно поступаю? Вот это, конечно, было утрачено. То есть, безусловно, мы потерпели какую-то утрату. Ну и, наверное, нужно говорить, что, к сожалению, наверное, людям нужно было по-новому выстраивать свою жизнь. Я согласен с вами, что Бог не удалился от человека, потому что мы читаем о том в Великом плане спасения именно в третьей главе, что сделал Бог для человека. Но вернувшись или отойдя от вот этого шока, в котором они оказались, им нужно было продолжать жить. И, наверное, система образования не поменялась, они продолжали, должны были продолжать учиться у Бога всему тому доброму и хорошему, что было заложено изначально при сотворении. Но грек, к сожалению, вносил какие-то определённые коррективы. Но мы, глядя на эту ситуацию, можем быть убеждены, что когда ты на стороне Бога, когда ты веруешь в Него, признаёшь Его своим творцом, Он готов помочь тебе и среди этого зла, среди этого хаоса, оставаться чистым, порядочным человеком и делает Господь всё возможное, чтобы вот этого хаоса в нашей жизни не было. Я благодарен вам, друзья, за участие в программе. Очень бы ещё о многом хотелось говорить, но надеемся, что в дальнейших наших встречах, на нашей программе мы постараемся ответить ещё на многие вопросы. Благодарю вас, уважаемые зрители, спасибо, что были с нами. Да, сегодня мы говорили о радостной ситуации и о печальной. Радостной, что Бог сотворил нас правыми, печальной, что мы не послушались словам Господа, но и в то же время опять радостной за этим событие, что Господь не отказался от нас. Мы сегодня с Ним не на удалении, мы сегодня очень близки с Ним. И Господь говорит, что ты сближешься со мной и всегда будешь спокоен. Желаю вам спокойствия, мира, будьте здоровы, всего самого наилучшего в вашей жизни и до скорой встречи на программе «Познаем вместе». До свидания.